Это набор номер 7. Это гелевый дизайн. Кисточки рисуют сами. Тонкая вензельная кисть для прорисовки, литья. Конечно же, наша кисточка Амбре, которой мы делаем растяжки. У нее тройная выставка ворса. Короткие волосинки, длинные волосинки, скрученные внутри. Это такая зеркальная втирка, которой невозможно добиться ни пальцем, ни старой кистью, ничем. Она вставлена в набор только с одним условием. Для того, чтобы получилось идеальное втирание. Припудривающими движениями, прикладывающими. Сначала мы нашу козу пудрим. Вы же не сразу делаете, извините, румяны. Вы сначала прихлопываете, да? Нанесла пигмент вот такой. И следующий жидкую слюду, чтобы вы поняли, что жидкая слюда тоже так делается. Конечно же, мелкие глиттерные блестки. Все сюда идет. Нанесли. А теперь, смотрите, девочки, мы стряхиваем нашу кисточку. И вот такими вот летающими, порхающими движениями туда-сюда прикладываем наши частички плотненько друг к дружке. Зализываем наши частички так, чтобы получился зеркальный блеск. И это может только коза. Посмотрите. Нет, это может любая кисточка, если вы умеете ее пользоваться. Но этой не надо уметь. Она все сделает за вас волшебно. А главное, легко, правда? Любой прозрачный гель, любой. Это может быть гель-лак, прозрачный топ. Это может быть что угодно. И наносите, например, вот такими вот жгутами, распределяя. Можно задать тематику, можно сделать какие-то линии, которые будут идти у вас в одном направлении. Можно выложить вот такой хаос. Нанесли в хаотичном порядке и отправили в просушку. Жгутик, который мы сейчас сделаем с вами напылением. Главное, стряхнуть с козы лишнее. Нам лишнее не надо. Мы наносим, припудривая, на те места, где хочется оставить этот пигмент. Видите? Можно поиграть. Можно два цвета взять. Пожалуйста, два. Хотите два? Будет вам два. Главное, чтобы пигмент был мелкий, как пыль. После этого с козы стряхиваем обязательно. Я ее даже иногда салфетку очищаю, чтобы лишнее убрать. И вот теперь, пожалуйста, порхайте, летайте, очищайте. Смотрите, ничего не приклеилось к низу. Ничего не приклеилось к подложке. Зато идеально выгладился наш пигмент на наши жгуты. Видите? Точно так же. Сначала мы пигментиком пришлепываем нашу дисперсию. Вот мы прилепили, а теперь порхающими движениями снимаем наш материал. Вот так. Например, бывает так, что не досушили, что-то там произошло. Вы можете вот этой жесткой кисточкой, которая тоже есть в наборе. Мы очищаем, смотрите, неприлипшие пигментики, те, которые у нас идут в окошечках, мы очищаем нашей вот этой кистью. Какие есть еще здесь кисточки, которые нам интересны и которые вам надо знать? Тут есть две кисти, которые работают именно в геле. В геле. Они сделаны специальным способом. Первое. Это плоская кисточка. Это колонок мягенькая, замечательная. Она все выгладит вам. И скошная кисточка, которая делает плоскую кисть именно гелем. Я вам уже ее показывала. То есть, в семерке есть и вензеля точно. Этого достаточно. Этого набора достаточно для всего. Последняя кисточка, про которую я вам хочу рассказать особенно. Второй номер. Кисточка. Это та ляля, которая делает шикарную гелевую лепку. 3D лепку. Которая работает с акригелем. Итак, смотрите. Кисточка окунается в гель полностью. На кончик мы набираем наш белый. На кончик. В прижатии делается мазок. Нажали, отпустили, повели, потянули. Посмотрите, какие шикарные прожилки у вас там идут. Кис делает все сама. Я только ее подвигаю, ставлю ручку. Если вы думаете, что только цветочек, нет. Она делает еще и очень красивую тематику зимнюю. Именно эта кисточка. Смотрите, какие мазки. Итак, мы разобрали, что может эта малютка. Что она может. Идеальная синтетическая сборка. Мягчайшая синтетика под колонок. Мы разобрали гелевый дизайнерский набор. И вы теперь знаете, что в этом наборе есть все кисти для создания разных дизайнов гелем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова